Анапа, вечер, 9 марта 2022 год, супермаркет на улице Крымской в районе Центрального рынка. Ну что, посмотрим цены и наличия. Начинаем с помидоров, 142 рубля, базовые помидорчики за килограмм, картошка почти 37 рублей, морковка 70 рублей, эта картошка подороже, около 90 рублей за килограмм, мне кажется, чуть-чуть подорожала уже, да? Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, у нас вечер, хлеб, ну, хлеб в наличии, давайте ценник на какой-то стандартный, ну, допустим, 40 рублей, это не совсем стандартный, анапский курортный, но все-таки, тем не менее. А теперь пойдемте посмотрим самое актуальное, да, что у нас есть на сегодня. Кстати, мы проходим ряды с пряниками, пожалуйста, пряники есть, вот какие-то даже скидки есть. В принципе, прямо каких-то невероятно пустых полок у нас на вот этих обычных позициях мы не видим. Но мы подходим к полке, где должен продаваться сахар. Тут уже, как бы, неудивительно, я уже вот дня два-три не видел, то есть ценники стоят, но вот по наличию все-то как-то, видимо, как только выставляют, сразу уже сразу раскупают, да? Мука есть. Пока что на сегодняшний день можно купить сахар. Более изысканный, да, как говорится, органический кокосовый сахар, ребята, нужен? Нет, да, это не наш вариант. Тростниковый тоже стоит нормально кусочками, но от самого такого выгодного подценения нету в наличии. По крайней мере, мы с вами не видим его, да, чтобы он присутствовал. Так, это у нас растительное масло. Растительное масло в наличии. Давайте по ценнику поделимся. Какой-то базовый вариант. 109, почти 110 рублей, да, славяночка в данном случае. Макаронные изделия, макароны нормально, есть полно, да. Теперь пойдемте посмотрим еще один знаковый товар. Смотрите, ребята, крупа гречневая ядрица. То есть, как бы, тут предупреждение есть, что якобы не более пяти в одни руки. Но, вы знаете, вот еще вчера сюда подходил, это я сюда покупал вчера маме на 8 марта. Да, она сама меня попросила. Покупал 5 штук гречки. И вот гречка стояла где-то вот здесь, вот здесь. А сегодня все, как бы, эти полки не заняты рукой кукурузной. Смотрите, ребята, получается, что у нас? Разобрали, что ли, всю гречку? И причем, обратите внимание, тут не только самую дешевую разобрали. Вот тут стояла какая-то по акции за 119 мистраль. В ноль, ребята. Так-то я хотел еще сегодня гречки прикупить, конечно. Но что-то вообще, сегодня вот вообще уже ничего не говорит, что здесь может быть гречка. Вообще в ноль. Ну, давайте посмотрим. Булгур, чечевица. Мы же нормально, да, видим с вами? Хаш. Маш. Маш. Киноа. То есть, все. Где гречка? Хотя бы одно наименование. Ну, это у нас овсяные хлопья, ребята. А это просто овсянка, походу, да? Все. Гречка, все. Ну, и, походу, наверное, там с самым дешевым сахаром такая же самая ситуация, да? Да, неприятные новости, что я хотел гречку еще прикупить. Сахар, в принципе, мне не интересен особо. Ну, и давайте глянем, что-то у нас. Фасоль. Фасоль по 35, почти по 36 рублей. Такая ходовая позиция, по-моему, наличие. Так, ребята, пишите ваше мнение, есть ли у вас гречка в магазинах, что-либо еще, если вам показать, пишите. Это у нас напоминает данные за вечер 9 марта 2022 год, один из типичных супермаркетов в центре Анапы. Ну, ребята, я в легком шоке от того, что здесь все уже зачищено. Все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите ваше мнение по поводу гречки, сахара, ну и каких-то других товаров. Продолжение следует...